Всем привет, дорогие друзья! Это Вибрая Спорт на телеканале ЮТВ и я его ведущая Рафина Мукминова. К сожалению, я пропустила день 1000 велосипедистов. Несмотря на то, что я бегаю по вечерам, хожу на тейдис, хожу в бассейн, у меня еще есть уйма свободного времени. И поэтому я решила попробовать познать велопрогулки. Итак, сегодня вы со мной выбираете велоспорт. Вообще, на самом деле, очень здорово. Это наша уже вторая остановка. Совсем не сложно. Едем в таком вот обычном ритме, весело. Здесь вообще все думают, что у нас какое-то непонятное движение. Вот, все спрашивают, откуда мы, что. А мы выбираем спорт, друзья. Вот на улице увидите толпу велосипедистов. Значит, присоединяйтесь к ней и выбирайте спорт вместе с нами. А я поехала! Конечно, есть что сказать. Это вообще нереально круто. Я сегодня ездила на проезжей части сама. Не боялась никаких автомобилей, на самом деле. Не отдельно кататься по тротуару. И там дурацкие бордюры. Можно ехать просто по проезжей части. Мы такой же транспорт, как и машина. Велуха советует выбирать спорт! Вчера была замечательная велопрогулка. И сегодня с утра я отправилась в свой любимый магазин «Чемпион», чтобы наконец-таки выбрать себе велосипед. Как вы видите, велосипед здесь море. И мне нужен специалист, чтобы помог мне правильно его выбрать. Ну вот, дорогие друзья, я нашла Валерия. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Мне вас посоветовали как суперспециалиста, который поможет мне подобрать велосипед. Очень приятно. С удовольствием это сделаю. Итак, мы подошли к многообразию велосипедов. Давайте теперь определимся, как вы будете кататься, как долго вы будете кататься и где в основном вы будете кататься. Я планирую ездить каждый день по городу, ну и, может быть, по пересеченной местности. Вам велосипед нужен для каких-то определенных целей и выбросов? Нет, просто велопрогулки. То есть я вот хочу просто каждый день оздоравливать себя. Вместо того, чтобы бегать, ездить на велосипеде. Итак, мне нужен ваш рост. Это основа при выборе велосипедов. Какой на вас? У меня 170. На ваш рост нам нужно будет подобрать 17-ю раму. 17-я рама – это высота самой рамы, при которой вам будет комфортно кататься. Итак, ну давайте теперь немножко о велосипедах. Самый недорогой класс горных велосипедов скоростных – это у нас Ларсон Трек. То есть, в принципе, хороший стальной велосипед. Просто покататься по городу. Вот. Здесь 18 скоростей. Обода одинарная. Вот. В принципе, неплохой, но можно подобрать что-то получше. А что такое обода? Обода – это то, на чем держится велосипед и несет основную нагрузку. Они бывают у нас одинарные, как вот в этой модельке, и двойные усиленные, как вот в этой модельке. Это у нас одинарная обода. Их минус в том, что максимальный вес пользователя не должен превышать 80 кг. Они достаточно мягкие, и очень часто на них возникают восьмерки. Это искривление обода. Также у нас есть двойные усиленные обода. Их очень большой плюс в том, что вес пользователя можно увеличить до 100-110 кг. Здесь двойной слой стали. А есть какие-то отличия между, может быть, женским и мужским велосипедом? В недорогом сегменте нет различий между женской и мужской рамой. В основном различия в цвете. Мужская расцветка, женская расцветка. В более дорогом сегменте уже есть различия по рамам. Женская немножко опущена вниз, мужская наверх. А зависит ли там, допустим, от велосипеда, может быть, какое-то его строение, чтобы там больше влиять на группу мышц, допустим, ног или меньше? Ну, вообще, в принципе, у нас бывает обычная рама, стандартная, Hardtail. И бывает двухподвесная система, где появляется еще задний амортизатор. Здесь у нас только передняя вилочка. Здесь заднего амортизатора нет, рама жесткая. А давайте мы с вами посмотрим велосипед, чтобы я не просто ездила по городу и наслаждалась просто катанием, а чтобы еще плюс ко всему я качала себе мышцы. Ну, это, в принципе, все велосипеды качают группу мышц, то есть это хорошая кардионагрузка, это хорошая нагрузка на нижнюю часть тела. Какой велосипед мне посоветуете? Какого-то определенного велосипеда вам не могу сказать. Ну, мы можем посмотреть, мы рассмотрели стальные велосипеды, они будут у нас потяжелее. Можно посмотреть алюминиевые велосипеды, они будут полегче, и качество навесного оборудования, и вообще качество велосипеда будет получше. Алюминиевые велосипеды, они лучше, чем стальные? Алюминиевые они лучше, да. Во-первых, то есть они легче. Где-то по сравнению со сталью, где-то кероглама 3. Разница. Ну и во-вторых, чем дороже сам велосипед, тем лучше в нем мелочи. Анна, давайте я все-таки девушку пока хрупкую. Пойдем здесь полегче выберем велосипед. Пойдемте. Итак, мы подошли к алюминиевым моделькам велосипеда среднего ценового сегмента. Вот это мне уже нравится. Анна, ты как красиво. Здесь, наверное, нам предстоит самый большой выбор, самый серьезный выбор велосипедов. Ну и здесь немножко поговорим о них именно. Я могу предложить вам две модельки велосипедов Mirati. Это женские рамы, то есть отличие у них будет, рама более низкая, именно внизу, по геометрии самой рамы. Первая моделька у нас чуть-чуть подешевле будет идти, она алюминиевая. Вес у нее не превышает 14 килограмм, это очень хорошо. То есть вы можете с легкостью носить велосипед, поднимать его высоко. Это, кстати, да. Я живу на втором этаже и придется мне его поднимать. Это большой плюс по сравнению со сталью. Дальше. Здесь стоят также двойные утиленные обода. Это очень большой плюс велосипеде. И хорошее навесное оборудование фирмы Shimano. Это самый крупный японский бренд в мире. У нее самое лучшее навесное оборудование. Так, ну здесь разница буквально 4 тысячи. Наверное, есть еще какое-то преимущество вот у него, да? Да. Вот эта моделька. У нее будет более дорогое навесное оборудование. То есть класс здесь повыше. Что вам это даст? Более лучший ход переключения. И, соответственно, более долговечная работа самого переключателя. А сколько в среднем вообще гарантий на велосипеды? То есть сколько я им прям буду действительно... Ну, я его, конечно, не слишком буду бить, там, да? Буду ездить просто каждый день по городу, может быть, по горам каким-то. Сколько он мне послужит? Гарантия на велосипеды достаточно большая. Если брать непосредственно Emirati, у них 10 лет гарантии на раму и год на навесное оборудование. Это достаточно хорошая гарантия. Также у нас есть очень хороший сервис по этим велосипедам. В среднем, ну, сложно сказать, сколько велосипед на самом деле служит, но рама практически вечная у велосипедов. Вот. Навесное оборудование, все заменяемое. В принципе, если вы что-то вдруг где-то сломали, упали, все это можно поменять, не так дорого. Валерий, смотрите, я вас вижу, какая-то разница, да, вот здесь вот в дисках. Здесь вот в диске что-то есть такое, а здесь нет. Это у нас тормозная система. У более простых велосипедов, как этот, будет стоять система V-brake. Что это значит? Это значит, небольшие колодочки тормозят об обод, тем самым останавливая ваш велосипед. Здесь у нас поставлено навесное оборудование дисковое. То есть здесь уже торможение будет намного эффективнее, чем здесь. Вот, соответственно, плюс у этого велосипеда, опять же, большой. Безопаснее, да, если по городу ездить. Если вам нужны хорошие тормоза, и вы хотите быть уверенным полностью в велосипеде, то можете приобрести велосипед с дисковыми тормозами. Ну, честно говоря, да, мне вот как девушке, мне все-таки цвет, вот расцветочка нравится вот этого велосипеда. Ну, цвет немаловажный. Да, потому что он такой вот прям красивый, приятный. Но все-таки, я поняла, что по, вообще, по всем свойствам, да, и так далее, по безопасности, куда лучше брать вот именно вот это? В принципе, да, вы правильно понимаете. А это у вас вот в таком цвете, с такими свойствами? К сожалению, нету, но обязательно в следующем году появится. Вот вечно, вот всегда какая-нибудь дилемма, вот придешь в магазин, невозможно выбрать все сразу, чтобы и то было, и другое. Обязательно нужно выбрать. Ну да. Ну, в принципе, выбор за вами, и тот, и этот велосипед очень хорошие по своим качествам. Основную категорию вы видите. Я могу на них прокатиться? Да, конечно. Без проблем, магазин у нас большой, пожалуйста. Вот в чемпионе, друзья, можно спокойно брать велосипеды и даже пробовать кататься. Вот в каком еще другом магазине можно себе это позволить, да? Конечно, пожалуйста. Дорогие друзья, мы выбрали мне велосипед. Спасибо большое тебе, Валерий. Вот, объяснила мне все вообще, просто по полочкам разложил, теперь знаю вообще, что, как и за что отвечать на моем велосипеде. На самом деле, я давно хотел себе велосипед, просто руки никак не доходили. Я вот начинающий велосипедист, да, есть люди, которые уже не первый год катаются. Для них что у вас есть в магазине? Для таких более продвинутых велосипедистов. Да, конечно, есть. Это топовая линейка Mirati. Итак, мы подошли к более топовым моделькам фирмы Mirati. Это Mirati Tre, Mirati Quattro и Protus Uno. Здесь у нас стоит более дорогое навесное оборудование, профессиональных уже классов, более дорогие вилки с регулировками, блокировками и дисковые гидравлические тормоза. Это для более продвинутых пользователей. Валерий, я думаю, мне пока рановато кататься на велосипедах. Пойдем сейчас-таки за моим, который я уже выбрала, который я уже обкатала. Спасибо тебе за выбор. У вас отличный выбор. Пойдемте. Субтитры сделал DimaTorzok